На повестке дня уборочная кампания. Насколько область готова к сбору урожая, руководителю региона докладывал глава профильного департамента облгосадминистрации. В отдельных агрохозяйствах уборочная кампания уже стартовала. По всему региону она начнется буквально на днях. Скосить и обмолотить предстоит ранее зерновые и зернобобовые культуры почти с 900 тысяч гектаров. При этом хлебоприемные фирмы и токовое хозяйство готовы вместить более 3 миллионов тонн урожая. В третьей декаде прошлого месяца уже отдельные хозяйства южных регионов вошли в уборку. На сегодняшний день у нас скошено 1000 гектар и намолочено 3200 тонн зерна. Не хочу сглазить, но показывается пока достойная урожайность. В связи с погодными условиями задержка произошла с уборкой. Мы планируем с 6 июля войти в уборочную кампанию и с учетом погодных условий с 10 июля вся область уже будет полностью заниматься уборкой. Стоимость хранения зерновых практически не изменилась. Однако из-за дождей урожай еще придется сушить, а это дополнительные расходы. Еще одна важная задача – избежать пожаров на полях после уборки. Для этого разработали комплекс профилактических мер. В районы направлены письма принять необходимые меры по недопущению самовольного выжигания природной растительности и остатков. Это стерня, посолома, после уборочной остатки, что происходит регулярно. Утвержден план действия структурных подразделений, обл. администрации, реадминистрации, органов местного самоуправления по предупреждению пожаров. На особом контроле губернатор намерен держать ситуации, связанные с попытками рейдерства. Проблемными в этом районе зарекомендовали себя Михайловский, Мелитопольский и Запорожский районы. Проблемой также остается куда более низкая эффективность государственных агрохозяйств в сравнении с частными. Виной тому недофинансирование и воровство. Покончить с этим намеревается профильное министерство. В Министерстве аграрной политики разработана программа приватизации государственных предприятий, неэффективной формы собственности. По статистике за прошлый год эти предприятия нанесли государству ущерб только официальный, больше полмиллиарда гривен. Разрабатывается программа приватизации этих предприятий, будет аукцион, будет приведен эффективный собственник на эти предприятия. Что до помощи сельхозпредприятиям, то на сегодняшний день существует региональная программа поддержки, направленная на животноводство и государственная, предусматривающая компенсацию процентной ставки по взятым аграриями кредитам. Впрочем, Григорий Самордак эту помощь назвал недостаточной, говорит, нужно разработать и принять новые профильные программы.